Так, 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 погнали и у нас скандальчики, скандалища на шоу маска, которая кстати уже закончилась, а скандалы только начинаются. Приветствую всех на канале Гарик Талисман ТВ и сегодня мы расскажем об очередном, во уже очередном, буквально на днях я рассказывал о том, что шоу маска на Украине в отличии от ее российской версии на НТВ прошла как-то без скандалов. На НТВ постоянно и сливы какие-то, то раскрываются секреты о контрактах, штрафах, дублерах и тому подобное. Короче, обо всех этих страстях в маске на НТВ у нас есть немало жарких видео, ссылочки на них будут под роликом. Так, а мы возвращаемся к Украине. Итак, только-только я порадовался, что украинская маска прошла как-то без скандалов, как тут же в соцсетях разгорелась буря негодования, что из 76 песен использовано буквально несколько, там 5 или 6 или 7 насчитали на украинском языке, что нарушает закон о квотах, которые должны придерживаться соблюдать радио и телеканалы. Ну, не тут-то было, я думал уже одним скандалом обойдемся. Не тут-то было, проходит денек-другой и ребята с канала Нэнси Энсидоров, это два замечательных исполнителя, семейный дуэт. На сегодняшний день у ребят классный музыкальный канал, где они исполняют свои песни и каверы в оригинальной такой аранжировке, которую они сами делают, сами создают. Недавно они, кстати, выступали на грандиозном шоу Ну-ка все вместе. Также со своим, именно со своим кавером, со своей аранжировкой знаменитой песни «Любимка» «Не лето». Также Олег Сидоров, по-моему, года 4 назад был на российском шоу «Голос», где прекрасно пел, демонстрировал свой талант, как певец и музыкант. Так, ну в общем, к делу, ребята на своем канале выпускают на днях ролик с доказательствами, что канал Украина спер, простите за выражение, спер их аранжировки. Одна на песню Валерия Меладзе «Иностранец», а другая песня, вот эта же «Любимка», о которой я говорил, именно в той же версии, с которой они вот исполнили ее на шоу Ну-ка все вместе, на канале Россия. Они ее сделали такой совершенно другой, вообще такой легенькой, лиричной, ну такая классная она у них получилась. И вот дорогой наш канал Украина решил, что можно без спроса брать чужие работы. А это именно работа. Люди садятся, тратят на это дни, иногда недели, это тоже труд. И ребята в своем ролике рассказывают подробности об этом, ссылку, кстати, на их видео тоже я оставлю под роликом. Оно коротенькое, они там буквально за 7 минут все рассказали, как, что и куда. И, кстати, ребята, там же в своем ролике рассказали, что происходило в комментариях. Вот у нас с этой ситуацией такое же самое было, когда вот в шоу на маске Украины люди писали под видео, писали, что было мало украинских песен. И не один, и не два комментарии, а пачками, просто пачками удаляли вот эти комментарии, которые не нравились каналу Украина о том, что, ну вот, мало-мало было песен. И вроде ничего тут такого, но зачем-то они, даже я сам писал, и удалялся буквально через несколько минут этот комментарий. И вот ребята рассказывают такую же ситуацию, что когда их поклонники, фанаты, писали на канал Украина, что зачем вы такое сделали, зачем вы украли чужую версию, чужую аранжировку, то канал Украина быстренько все затирал, затирал, затирал. А Нэнси и Сидорову пристали такое коротенькое сообщение, ребята показали, типа, ну давайте, ребята, уладим все мирненько, мы случайно вас взяли, украли, короче. Но такой момент еще, еще, ребята, в своем видео упустили еще один очень важный момент. Когда они рассказывали эту историю, то для некоторых показалось, и в комментариях я читал эти моменты, что они все как-то усложняют и, так сказать, хотят хайпануть, раздуть этот скандал, да. И ребята, как бы немножко так, я вот посмотрел на них, немного оправдывались и были, били вот, вот настаивали именно на том моменте, что это их труд, их работа. Правильно, все это правильно, это тоже важно. Но я еще помогу немножко ребятам и подскажу такой момент. Когда у кого-то, у какого-то канала, ты берешь кусочек видео для монтажа любого, вот своего ролика какого-то, то реакция практически мгновенная. YouTube тут же по системе Creative Commons присылает совпадение, как минимум снимают с твоего видео монетизацию, даже если там несколько секунд, то есть заработок. И не просто забирают, не просто там аннулируют, да, там заработок, а присваивают весь заработок со всего видео, где даже 10 секунд. Присваивают себе, то есть тому правообладателю. Даже если песня, еще раз говорю, длилась 10 секунд. Вот представьте, на видео там 50-60 тысяч, можно заработать там где-то 30-40 долларов. И вот все они перейдут правообладателю. Так вот, я хочу поддержать ребят и сказать, чтобы они не скромничали в наш век алчности и заработка везде, где только можно. Вообще, к чему я все это? К тому, что вот они не сказали про этот момент, что канал Украина на этом выпуске, где звучали их песни, на одном только YouTube они заработали хорошие бабки. И почему-то они усом не повели, чтобы предупредить, как-то поделиться с Нэнси Исидором, как-то ли хоть ссылочку на них дать или упомянуть их где-то там в песне, да, там внизу, как пишется, когда под выступлением. А они так натихую все быстренько сделали. Так это я только про YouTube говорю, а это телевизионное шоу, ребятки, в котором там такое бабло, и они берут и втихаря воруют чужую работу. Всем привет, мы Нэнси Исидоров, и у нас первый раз украли аранжировку. С какого хэ, сори, нужно закрывать на это глаза? Ну с какого? Вот попробуйте, перезалейте, кто вот не верит, перезалейте, скачайте какое-нибудь видео, любое там, с канала Маска, там еще с какого-то другого канала, где какая-то особенно звучит музыка, то вам сразу тут же прилетит прям перечень, знаете, они прилетают такой перечень, чья композиция. Какой звукозаписывающей компании она принадлежит, на какой секунде, там, если их три, то прям три-четыре, там все по совпадениям, где на какой секунде. Так что, ребята, Нэнси Исидоров, Олег и Настя, не стоит скромничать и нужно брать свое, просто брать свое, как это делают все в этом бизнесе, и не скромничать. Вот такие пирожки у нас на сегодня, с вами был канал Гарик Талисман ТВ, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, у нас всегда свежие новости из мира шоу-бизнеса, и не только. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова